В Бендерах дан старт литературному флешмобу «Читай в бендерских авторов». Любители словесности познакомятся с творчеством бендерского писателя Владимира Денисенко. Участникам флешмоба предлагают прочесть одно из произведений автора «Галка», записать видео и отправить на сайт организаторам флешмоба. Мы же запускаем рубрику «Знакомство с писателем». Он мечтал стать космонавтом, офицером, инженером, моряком и даже водителем мусоровоза, но уж точно не писателем, шутит Владимир Денисенко. Литература вошла в его жизнь в виде кары за плохое поведение. Мама ставила в угол с книжкой. Постепенно наказание переросло в увлечение. Начал пересказывать, прочитанное другим мальчишкам. Дальше, как у всех парней, школа, студенческие годы, армия, работа на производстве. Сама жизнь давала пищу для творчества. Друзья и родственники знают, что Владимир – хороший рассказчик. И однажды, совсем молоденькая девочка мне сказала, «Дядя Вова, а почему бы вам не заняться этим всерьез? Вот вы рассказываете, вы видите, как все слушают, так поделитесь с этим, с большей аудиторией, напишите что-нибудь». Я говорю, ну, можно попробовать. И вот попробовал. И оно пошло, и поехало рассказ за рассказом. Прежде чем рассказ показать, я его сначала соседям, родственникам показывал, а потом уже выходил на более высокий уровень. Тема любви, войны, детства, города – юмористические рассказы. Первые произведения были опубликованы в газете. Постоянно появлялась необходимость выпустить материал в отдельном издании. Сборник «Вархи» выпущен в 2018 году. В этой книге много рассказов о службе на границе в горах Памира. Высота, разреженный воздух, близость к солнцу, опасность, когда все чувства обострены. Денисенко любит общаться с детьми, часто устраивает творческие вечера в школах. В дни осенних каникул в рамках недели молодежи библиотека устроила встречу с писателем онлайн. Очень нравится общаться с детьми. Почему? Потому что, когда я попадаю в это окружение, я мгновенно чувствую себя на таком же уровне и такого же возраста, как они. Мне так хорошо, мне так тепло, мне так приятно с ними. Я загораюсь, начинаю с ними шутить. И, вы знаете, я вижу, что они во мне тоже не видят человека, который старше их. Стены между нами никакой нет. Готовится к изданию вторая книга «Счастье на двоих». В новом сборнике, который посвящен жене Людмиле, 19 рассказов. Автор призывает читателя ценить жизнь. Напутствие людям, у которых все сегодня хорошо, чтобы они знали, что это все временно. И нужно этим сегодня пользоваться, жить, дорожить, потому что завтра природа так распорядится, их не станет. Поэтому нужно сегодня этим пользоваться, ценить и каждую минуту проживать достойно, в любви, с честью, в доброте. Владимир Денисенко улыбается. Ему повезло в жизни. Родился и вырос в Бендерах, чудесном городе, который любит безгранично. Его исторические уголки и живописная природа подпитывают, позволяют жить, творить и радоваться. Жанна Настас, Валерия Усвайская, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.